Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 710 из учебника математика 6 класс Вилен Кинжохов. Давай сейчас откроем вместе учебник и прочтем условия задания. Груши составляют 25% всех деревьев сада. Остальные 150 деревьев – яблони. Сколько грушевых деревьев в саду? Итак, краткое условие задачи. Груши неизвестно деревьев, но известно, что это 25% сада. Яблони – это остальные их 150 деревьев. Нужно узнать именно сколько груш. Ну что, мы знаем в деревьях только яблони, но мы не знаем сколько это процентов, раз у нас тут задействованы проценты. Можем ли мы узнать сколько это процентов? Если всего, всех и груш, и яблок, сколько получается? Если в процентах мы берем одно целое, сколько это процентов? Это 100%. Груши – 25. Можем узнать сколько процентов яблони? Ну, конечно же, нужно от 100% отнять 25%. Получится 75% деревьев – это яблони. Теперь, если мы знаем, что 75% равняются 150 деревьям, что мы можем из этого узнать? Мы можем узнать сколько всего деревьев в саду. Почему? Потому что у нас есть значение части, по которой мы можем узнать целое. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть на нашем сайте, перейдя по ссылке под этим видео. Ну, а я напомню, что для того, чтобы найти целое, зная часть вот этого целого, нужно само значение части разделить на саму часть. Потому что проценты – это какая-то часть, да? Потому что мы проценты обычно представляем в виде десятичной дроби. 75% – это 0,75. Итак, нужно 150 значения, да, делить на 0,75. Получится 200 деревьев. Это всего в саду. Итак, если яблонь из них 150, то 200 отнять 150, получается 50 деревьев. Это и будут как раз наши груши. Ну, или можно было по-другому сделать третье действие. 200 умножить на 0,25. То же самое мы получим 50, да, потому что груша – это 25%. То есть можно было найти 25% от всех. Хоть так, хоть так, разницы нет. Ну, так, по-моему, быстрее и проще. Итак, запишем ответ – 50 грушовых деревьев в саду. И на этом задача решена. Если тебе понравилось наше видео, поставь лайк. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под видео. Также переходи по ссылке на наш сайт, где ты сможешь решить похожее проверочное задание. И получишь за это баллы. А каждую неделю трое учеников, кто наберет больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Кто не подписан еще на наш канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.